В данном видео я расскажу вам о том, что случилось с Ганнибалом Чао после событий фильма Тихоокеанский рубеж. Если хотите еще роликов из этой вселенной, ставьте палец вверх. Наш сегодняшний персонаж это довольно скользкий тип, который ради денег продаст не только друзей, но и родную мать. После событий первого фильма Ганнибал стал еще более злым и жестоким человеком, который уже убивал любого, кто вставал у него на пути. Да и если кто-то до сих пор не в курсе, Чао будучи проглоченным ребенком Кайдзю Атачи, смог в сцене в титрах выбраться из брюха монстра. Правда не без серьезных последствий для своего здоровья, но об этом я расскажу чуть позже. Сначала давайте чуть ближе познакомимся с обсуждаемым персонажем. На момент событий первого фильма Ганнибалу стукнуло 62 года. Благодаря применению своей же продукции, получаемой из органов Кайдзю, он чувствовал себя на все 40. Я уже делал видео, которое описывало все лекарственные мази, порошки и таблетки, которыми торговала организация Чао. Поэтому сейчас я затрону их лишь вскользь. Ссылку на упомянутое видео я оставлю в описании, если что. Говори, зачем пришел, пока я тебя не прирезал и не скормил тому клещу. Чудесные препараты имели обширный спектр применения. Они уничтожали раковые клетки, исключали возможность возникновения инсультов и инфарктов, омолаживали кожу, лечили от депрессии и избавляли от бессонницы, повышали потенцию, предотвращали облысение, восстанавливали зрение и делали еще много чего полезного. Специалисты Ганнибала Чао получают данные о местонахождении только что убитого Кайдзю. Выезжали на место, устраняли токсичность чудовища и начинали потрошить его до состояния скелета. В ход шло все, мозг, сердце и кишочки пользовались наибольшим спросом. Кожа тоже была выгодным товаром, причем ее свойства могли меняться в зависимости от того, было ли это ракообразное или же какое-нибудь рептилоподобное существо. Слизь была в сотни раз лучше любого клея момента. Использовали даже какахи, ценность которых была выше, чем у золота. Сам Чао был известной личностью на черных рынках еще задолго до появления Кайдзю в 2013 году. До торговли органами он занимался незаконной перевозкой редких и краснокнижных животных, продажей оружия и наркотиков. Связи его распространялись почти по всей планете, благодаря чему он имел контакты с преступным миром в Европе, России и Азии. Так или иначе, но через некоторое время после начала войны с существами из разлома, Ганнибал заключил взаимовыгодный контракт с Тихоокеанским оборонительным корпусом. А случилось это потому, что Чао первый увидел в Кайдзю возможность заработка и довольно быстро научился потрошить чудовищ без вреда для собственного здоровья. Оборонительному корпусу были нужны органы для изучения своего противника, так что Ганнибалу было позволено легально заниматься своей деятельностью в обмен на нужные части. Не совсем понятно, зачем корпусу вообще понадобились услуги такого человека, ведь у них самих были самые лучшие ученые и обширные возможности. Уж могли бы научиться извлекать органы самостоятельно. Ну да ладно, оставим этот момент на совести сценаристов. Поверь мне, лучше не надо. Как бы то ни было, но в 2021 году оборонительный корпус прекратил сотрудничество с Чао, вынудив его опять уйти в подполье, в котором он успешно продолжил зарабатывать вплоть до 2025 года, то есть на момент событий первого фильма. Он даже заключил повторный и взаимовыгодный, но уже неофициальный контракт со стакером Пентакостом и его ослабевшим оборонительным корпусом. Империя Ганнибала Чао была невероятно успешной, а сам торговец купался в деньгах. У него было все, о чем он только мог мечтать. Машины, женщины, дома, власть. К сожалению, все когда-нибудь заканчивается. Закрытием разлома исчез и его единственный источник заработка. Отсутствие гигантских монстров ставило крест на все деятельности Чао. Начиная с 2025 года, обсуждаемый персонаж стал постепенно терять все, чего он добивался многие годы. Почти сразу же от него отвернулись так называемые друзья и все деловые партнеры. К 2034 году, спустя 9 лет после финала фильма «Тихоокеанский рубеж», Ганнибал уже представлял из себя жалкое зрелище, как в плане финансов, так и по части здоровья. Он отчаянно хватался за любую возможность вернуть былую славу, что у него, кстати, почти получилось. Благодаря его усилиям, Лос-Анджелес чуть было не был уничтожен искусственно выведенным Кайдзю. Но обо всем по порядку. Несмотря на то, что мало кто уже помнил имя Ганнибала Чао, он все же старался почаще напоминать окружающим о своем существовании. Если в его городе начинала промышлять какая-нибудь мелкая вождь, занимающаяся незаконной торговлей, то он тут же ставил ее на место, причем довольно жестоким образом. Он ее убивал. Гуляя по городу Ангелов, Чао с презрением наблюдал за частыми массовыми беспорядками. Все чаще происходили столкновения между приверженцами культа Кайдзю и теми, кто их ненавидел. Как только кончились монстры, люди вцепились в глотки друг друга. Ганнибалу, правда, не было до этого никакого дела. Все, что его сейчас интересовало, так это только что доставленная в его лабораторию мумифицированная часть Кайдзю Спайнджекела. Как оказалось, ее умыкнули у только что упомянутых культистов. Толпа, что на них напала, была нанята Человеком Чао. Радоваться столь ценному артефакту Ганнибал смог недолго. Несколько часов, проведенных в желудке детеныша Атачи, сказались на его здоровье самым губительным образом. Какие бы таблетки он не употреблял, толку было немного. Его тело изнывало от постоянной боли и жутких спазмов. И с каждым днем становилось все хуже и хуже. Разных органов Кайдзи у Ганнибала практически не осталось. Были лишь какие-то крохи, например, высушенные, давно потерявшие свои свойства кожа. Только что полученная кисть была не в счет, у нее было другое предназначение. Так вот, отсутствие частей монстров из разлома не уменьшало спрос. Чао, как и любой нечистый на руку предприниматель, не упускал такой возможности. И частенько подсовывал клиентам фуфло, да еще и по дешевке. Умело замаскировав его под нужный товар. В результате это приносило лишь недовольных покупателей. Например, кто-то хотел получить смесь прочнее цемента, а в итоге на людей падало здание. Единственной, кто искренне переживал за Ганнибала, была Элора Рэдди. Биолог и последний человек, которому он мог всецело доверять. В свое время ее выгнали из Тихоокеанского оборонительного корпуса. Не потому, конечно же, что она была тупой. А потому, что для достижения своих целей могла пойти на любые риски. Как раз для нее и предназначались мумифицированные куски Кайдзио. Которые она использовала в своих опытах. Элора как раз пришла к Чао, чтобы доложить о своих успехах по их проекту. Во время их разговора в лаборатории, один из как раз-таки тупых ассистентов случайно выпустил паразитов. Собранных когда-то давно с тела какого-то Кайдзио и разводимых в специальных условиях. Существа начали пожирать бедолагу, а Чао, недолго думая, сжег и их, и паренька. После они с Элорой наконец-то добрались до инкубатора. Чао был ошарашен увиденным. В огромном резервуаре находился искусственно выведенный Кайдзио. Ему был всего лишь день от роду, но он уже был впечатляющих размеров. Другие Кайдзио, выведенные искусственным путем, не выживали и одной минуты, так что случившееся можно было назвать успехом. Плюс в монстра был вживлен имплант, позволяющий немного контролировать его поведение. Жизнеспособность образца была подтверждена, потому Ганнибала и Элора вскоре планировали переходить ко второй фазе, к массовому производству и продаже органов. К несчастью для них, кое-кто не хотел, чтобы их план увенчался успехом. На лабораторию напали, а одна из нанятых ученых оказалась двойным агентом. Она взяла в заложники Ксю, возлюбленную Элоры. Но разве это имело хоть какое-то значение для Чао? Несколько выстрелов, и обе женщины упали замертво. Тем временем нападающие попытались взорвать резервуар с Кайдзю, но лишь помогли чудовищу выбраться на свободу. Проломив стену и выбравшись из лаборатории, оно стало сеять хаос и смерть на улицах города. Ганнибала и Элора тоже не скучали. Повреждение здания, в котором они базировались, привело к полному отключению электричества. Проблема была в том, что помимо гигантского, Кайдзю на одном из уровней лаборатории находились три образца поменьше. Элора вырастила их на тот случай, если с основным объектом вдруг произошли бы какие-нибудь неожиданности. Двое существ были самыми обычными Кайдзю в плане биологии, но высоту достигали всего лишь 6-7 метров. А вот оставшийся был особенным. Его геном содержал человеческую ДНК. Причем ДНК это принадлежало самому Ганнибалу, о чем он не знал. Вооружившись припрятанными на складе пушками, Чао и Элора отправились на поиски монстров. Вскоре они обнаружили двух Кайдзю, а если точнее, то их трупы. Гибрид решил, что ему будет вполне комфортно и одному, а потому он распотрошил своих родственников на части. После этого он напал и на наших героев. Его основной атакой был звук, который дезориентировал и оглушал жертву, а при более длительном воздействии и вовсе убивал. Элора смогла стрельнуть в чудовище из гранатомета, но этого было недостаточно. Монстра лишь слегка потрепало. Поэтому самым разумным решением было тактическое отступление. Тут стоит кое-что уточнить. После войны с Кайдзю и закрытия разлома, остались довольно много уничтоженных и списанных егерей. Они содержались на так называемых кладбищах под надежной охраной. Конечно же, находилось множество энтузиастов, которые хотели заработать. Запчасти от таких машин стоили баснословных денег. Кое-кто же экспроприировал детали для других целей, для постройки своих собственных егерей. Таких роботов научились довольно успешно производить в подпольных условиях, а благодаря не таким большим размерам, как у оригиналов, ими можно было управлять в одиночку. Использовались же самоделки в основном для подпольных состязаний или гладиаторских боев. А некоторые строили егерей на случай возвращения к Айдзю. Так вот, одна из таких самодельных машин уже как раз вовсю сражалась с бежавшим до этого гигантом. Чао решил, что самым оптимальным выбором будет объединение двух созданий. Более крупный образец с установленным имплантатом должен был усмирить своего собрата, а после они дружно под дудку Ганнибала направились бы обратно в лабораторию. К сожалению, у гиганта были другие планы. Он просто откусил башку гибриду и уже хотел было полакомиться нашим торговцам. Однако, точный выстрел из гранатомета в поврежденный участок шеи привел к взрыву органа с ядовитой огнеопасной субстанцией, которой Кэйдзю плевался в своих противников. Все, над чем Ганнибал Чао работал многие годы, было опять уничтожено. Что ж, нужно было собрать все имеющиеся данные, перебраться в новое место и начать все заново. Может быть, даже обратиться за помощью к Ньютону Гейзлеру. Да уж, очень оригинально. Я не впечатлен. Но надеждам Чао было не суждено сбыться. После уничтожения Кэйдзю, Лора вернулась обратно в лабораторию, где и обнаружила труп Ксю, а затем по камерам восстановила картину случившегося. Найдя Ганнибала, она всадила в него пару пуль. Бывший король подпольной империи умолял ее подумать, ведь сколько чудовищ можно было еще сделать, сколько денег заработать. Но и Лора решила, что с нее и всего нашего мира уже хватит монстров. Затем она всадила пулю Ганнибала Чао точно между глаз. Это все на сегодня. Если вам понравилось, ставьте свой палец вверх. Спасибо, если собираетесь заняться чем-то нехорошим со склизкой булькающей массой плоти, обязательно предохраняетесь. Как насчет немного повеселиться в спальне? Как твой день? В данном видео вы узнаете все о... Ганнибале Чао, Чао. Смог в сцене в титрах выбраться из брюха монстра. Смог в сцене в титрах выбраться из брюха монстра. Все, что его сейчас интересовало, так это только что доставленная в его лабораторию мумифицированная часть Кайдю Спанч Боба. В комнате тепло, уютно, всюду чистота. Хочет дед себе устроить праздник. Из комода достает он массе с латарна. Будет три часа стоять, пипися. Женщины меня любят. И приходят иногда из деревни по нескольку человек. Они знают, что я в этом плане очень сильный. Субтитры создавал DimaTorzok